Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ИТОН ТВ. Программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательный адвокат Илья Вайсберг. Илья, добрый день. Вы меня смущаете каждый раз, спасибо. Ну что делать, я люблю людям правду в глаза говорить. Иногда за это страдаю. Спасибо. Илья, вот в эти минуты, когда мы с вами находимся в студии, в нашем замечательном парламенте обсуждается еще один замечательный, или может быть странный закон, который должен вступить в силу в июле, и сегодня скрестили копию лучшей умы адвокатуры, прокуратуры, судейского корпуса. О чем идет речь? Почему переполох такой? Значит, как-то так вот тихо-тихо-тихо проскочил закон, идея которого очень хорошая, действительно, добрая, по-настоящему добрая. Это то, что называется гишурхова, то есть невозможно будет открыть дело о разводе до того, как стороны не используют процесс примирения, причем в законе прописано как минимум четыре встречи. Считается, что вот это вот четыре обязательных встречи уменьшат объем дел, которые приходят в суд, помогут сторонам в неформальной такой полусудебной, в несудебной обстановке, без страха, без июма, то есть судебных каких-то таких вот разбирательств, прийти к соглашению, хотя бы, может быть, даже к временным соглашениям или, может быть, к частичным соглашениям. Идея закона хорошая. Но вот тут надо вспомнить нашего великого знатока русского языка, который говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. Почему? Потому что, вы знаете, вот вы правильно заметили, прямо вот мы, когда обсуждаем эту тему, в Кнессете, в нашем парламенте происходит такая вот парламентская комиссия по поводу этого. Как бы, я хочу только сразу сказать, коллегия адвокатов, почему она против этого закона? Но не потому, что мы, адвокаты, боимся потерять кусок хлеба. Да и это тоже, но не в этом самое главное. А потому что вот что... Я перебью вас. Те четыре встречи, о которых идет речь, они должны происходить без адвокатов. Вот, вот, вот в чем беда-то. Потому что по закону пока не очень понятно, а это должно быть прописано в инструкциях, вот сейчас по этому, по поводу инструкции идут речи, идут споры. Получается так, что люди приходят к какому-то медиатору, не обязательно, которые адвокаты, которые, значит, владеют правом, правильно понимают законы. Который, то есть, по своей работе, он действительно хочет им помочь, так как он это видит. И он пытается их привести к какому-то соглашению. Типа психотерапевт. Ну, наверное, да. Дело в том, что мы же опять этого не знаем, потому что пока это не работает. Это все только в теории. Это не было даже пилотного проекта. Вот что удивляет. То есть, как-то вот так вот в конце очередной этой самой... Перед очередными каникулами раз как-то так вот это вот проходило все вместе с каким-то пакетом. А чей это закон? Не скажу даже сейчас. Действительно не скажу. Я не помню. Значит, очень рьяно за него заступается представитель сионистского лагеря Мира в Михаэле. Я не очень уверен, что это она из авторов этого закона, но она вот его поддерживает очень сильно. Вы понимаете, когда есть договоренность между сторонами и стороны приходят в суд, судья не очень-то имеет право спрашивать, вникать в закон, в договор. Судья спрашивает, понимали, что подписали? Вы взрослые люди, это ваши подписи. Вы понимаете юридический смысл того, что вы сделаете? Стороны говорят, да. Бэмс! Согдин. Судебное решение. А потом один из этих человек, значит, сторон придет в суд, скажет, простите, господин судья, отменить этот договор. Я не понимал. У меня не было юридического своего советника. У меня не было адвоката. Я не понимал. Я сделал такую ошибку, которая для меня очень важна. И судья обязан будет отменить ее, потому что это самый главный принцип. Так говорит основной закон, который говорит, закон Хокья Хосей Мамон, закон о финансовых отношениях супругов, который говорит, что перед подписанием, вернее, закон, вот как говорит, любое изменение в презумпции, что такое презумпция? Презумпция стороны женаты, все имущество, накопленное в браке совместным усилием, является их совместной собственностью, делится 50 на 50. Любое изменение требует вмешательства судьи. То есть только судья имеет право изменить в ту или иную сторону вот это вот 50 на 50. А человек скажет, а я не понимал, у меня не было своего советника, своего адвоката, был какой-то там медиатор, который толком не понимает законы, и меня ввели в заблуждение, или я просто был под давлением, или мне важно было это, а я не понимал этого. И судья обязан будет снова отменить. Что получается? Вместо того, что мы уменьшаем количество дел, мы увеличим в 3-4 раза количество дел, но уже более страшных дел. Люди уже придут ты у ним, то есть они уже будут обозленные. Система их обманула получается. И мы невольно толкаем людей это самое. Поэтому на сегодняшний день коллегия адвокатов хочет самого главного. Закон есть закон. Слава Богу, пускай он действует, пускай он живет. Кстати, один раз его уже отодвинули, именно по той причине, что инструкции, то есть как его исполнять, не были готовы. И сейчас коллегия адвокатов говорит, во-первых, 4 встречи, хорошо. Пускай будет 4 встречи. Но мы, адвокаты, будем участвовать на этих встречах. Да, мы тоже хотим, чтобы стороны пришли к договоренности. Никто не хочет просто там вести войну, для того, чтобы вести войну. Поверьте мне, есть, конечно, такие адвокаты, но это не большинство. И они не представляют массу адвокатов. А самое главное, а самое главное, а самое главное вот в чем. Кто те медиаторы, которые будут по закону принимать людей и... Должен быть определенный статус. Да, кто их будет для Ахшир, кто их будет учить, какие экзамены они будут проходить, какие у них будут страховки, какие у них будут ответственности. Если у меня, допустим, не дай бог, я плохо представлял интересы клиента, допаси, господи, у нас будет сказано, у меня есть страховка. И без страховки у меня коллегия адвокатов не допустит работать. А они, что, как, где, вуз. То есть, получается, кинули пару, кому-то непонятно, кому непонятно, что люди, которые изначально находятся в проблеме. Люди, которые неадекватно оценивают проблему, люди, которые, ты у них, которые обозлины друг на друга, им нужен свой советник. И как оставить такого без советника? Это только один из моментов, один из пунктов. Я могу говорить об этом как бы часами. Второй момент. Допустим, есть очень много вещей, связанных с налогом. Есть, допустим, такое понятие, что стороны, которые договорились между собой в рамках развода, допустим, кто-то кому-то оставляет квартиру, да, ну, мужчина, гусар, выходит из дома, оставляет квартиру жене и детям. Вот один раз золотой дается по налоговому законодательству, как бы перевести права с одного на другого, ага в герушин, то есть в рамках развода. Если люди это сделали, использовали, а потом побежали в суд, отменили, как назад, что назад, налоги, хотите вернуть назад, и понеслось, и пошло, и по-новому, и опять 25. Вы понимаете, на сегодняшний день вопросов больше даже, чем, не то что ответов, чем элементарно понятных каких-то мыслей. В таком случае закон не может быть начать действовать. Но самое страшное заключается вот в чем. Закон говорит однозначно, нельзя принять у человека дело в суде, то есть человек не может открыть дело в суде, если он не придет и покажет справочку от медиатора, что он прошел эти четыре этих самых курса. А ведь медиаторы это тоже люди. Они скажут, мало, четыре, хочу пять. И мы никогда не узнаем, что движет им. А может быть боязнь потерять свое место? У них же тоже будет какой-то контроль, над ними будет какой-то начальник, который будет контролировать. Ты сколько сделал, допустим, пять договоров, а ты три, плохо работаешь. Понимаете? Опять-таки, где контроль? Кто контролирует? Судьи не имеют права вмешиваться. Договор это прежде всего свобода изъявления сторон. Судья, еще раз говорю, судья спрашивает две вещи. Понимаешь? И твоя ли это подпись? Все. Судья не имеет права. Поэтому до тех пор, пока вопросов будет больше, чем ответов, коллеги адвокатов и будут заботиться о... О чем заботятся коллеги адвокатов? Чтобы нам, адвокатам, легче работать было. Вот о чем. Поверьте, мы не заботимся там о деньгах. Ну, не будет этого, найдем что-нибудь другое. Тяжело, но найдем. Но, как бы, это действительно... В охрану пойдете работать, если что-то. Да, знаете что, нельзя чураться никакой работой. В охрану, так в охрану. Самое главное не воровать. Но, действительно, я не хочу выходить с таким лозунгом, о людях заботимся. Прежде всего, о наших клиентах. Да. Но, в любом случае, я хочу призвать всех наших телезрителей, когда вы подписываете что-то, обязательно думайте, прежде чем... Уж в Израиле, это точно. Да. Уж в Израиле, это точно. Думайте, что вы подписываете и зачем вы подписываете. Иначе будет вот такая круговерть, о которой, уважаемый адвокат, нам сегодня рассказал. Точно. Всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо, Илья. Спасибо. До свидания. Йофи. Хорошо получилось. Как мы откатали? Но раз. Как мы откатали? Как мы откатали? Как мы откатали? Как мы откатали? Спасибо. Как мы откатали? Потому с чин семьи. Как мы откатали? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...